В Наринмаре прошел ежегодный фольклорный праздник «Живи традиция». Он подводит итог года творческой работы национальных коллективов округа. В этот раз местом проведения стала площадка у Дворца культуры Арктика, а также дом-ремесел, где был установлен ненецкий чум и развернулась самоварная. Кульминацией праздника стал концерт. В его рамках организаторы представили международный проект, участие в котором приняли ненецкие и норвежские артисты. Прежде чем выйти к зрителю, артисты ансамбля «Варбу Диего» из норвежского города Трёмса распеваются, повторяя свои и ненецкие песни. Подготовка к совместному выступлению началась задолго до поездки в Наринмар. Коллективы ненецкого округа и Норвегии репетировали посредством видеосвязи, разучивали песни друг другом. Несмотря на языковой барьер, работа, по словам артистов, проходила легко. Общаясь друг с другом, представители малочисленных народов севера, ненцы и саами, нашли много общего в творчестве друг друга. Очень важно сохранять традиции коренных народов, считают иностранцы. Для этого в Норвегии даже создан центр «Вар Дубайки». Саамы – это малочисленный народ. Со временем язык стал пропадать, исчезать, а вместе с ними культура и традиции. Поэтому сейчас очень важно, чтобы язык, культура и традиции тоже возрождались. Для этого работаем в данном направлении. На ненском языке артисты приветствуют своих норвежских коллег, которые прибыли в Наринмар на фестиваль «Живи традиция». Один из самых ярких совместных номеров – инсценировка ненского свадебного обряда. Жених проходит испытания, показывает свою силу и ловкость, и, наконец, получает невесту. Несмотря на холодный ветер и снег, артисты исполнили зажигательные песни и показали, как органично могут сосуществовать две культуры. Для ненецкого театра «Иллипс» такое международное сотрудничество стало необычным и интересным опытом, а также результатом первого месяца работы нового режиссёра коллектива – Миланы Захайраевой. Вы знаете, судя по сегодняшнему выступлению, у нас очень плодотворное сотрудничество, потому что ребята выступили хорошо, как Норвегия. Вот вы видите, как холодно, но темп не сбавляя, свадьбу по ненецким традициям мы отыграли. Артисты «Иллипса» также отмечают, что работа с иностранным коллективом прошла более чем успешно и надеются на продолжение сотрудничества. Мне тоже очень понравилось то, что они нашу ненецкую песню, заметили вы? Пели они их артани, это не эта старинная песня эпическая. А мы выучили, постарались их песни, может, не так хорошо, как они нашу выучили, но всё-таки тоже пели с ними вместе. Фестиваль «Живи. Традиция» проводится ежегодно. В этом году он отразил не только немецкую и норвежскую культуру, но и традиции Украины, Дагестана и Республики Коми. Каждый житель округа, если он считает себя жителем округа, он обязан знать культуру народов, которые проживают у нас в округе. И, конечно, на каждом мероприятии мы стараемся полно и ярко показать, представить культуру не только ненецкую, но и культуру славянских народов. Это выходцы из Уссильма, это поморы, затем Коми-культура. На празднике гостям представили разнообразные игровые, этнографические, краеведческие площадки, мастер-классы по народной культуре, а также ярмарку-продажу национальных блюд. Мария Владимирова, Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.